всем привет девчонки еду поезде мой ужин чипсы сырок то я булочку анджерки на вокзале купить хлебушек чай и курочка не стала бы много брать думала лечу вот такой мне ужин у нас уже за окном бить вечер и вечер и так что я ужин и потом покажу поужину и покажу вам купе у нас вайфая нету поэтому как-то вот так вот весь стол завалила поему беру не стал больше ничего брать там думал бы завтра курочка еще будет и супы вечером совсем чай попью уже время 11 11 час попозже 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 сейчас от станции отъехали все и этого нету интернет а я пока тут кино смотрела начала есть косточки скоро спать ложится не знаю как будете спать я вот так все сделаю так вот чипсу вот этот сыр мне так нравится вкусно вкусно вот на буду я вот пальцы мне удобно с телефоном тоже потом расскажу про я еду от на мой пассажир съехал сошел то есть четыре с половиной часа я с ним ехал теперь я спокойно села поесть этого сел тут так разложил руки мне неудобно было есть такое ощущение что мне в рот заглядывает все буду ужинать и так уже время 11 час а я за сегодня сегодня за весь день только сидела беляш и стаканчик чая в кафе и вот только села показываю вам туалет такой вот у меня таз так вот здесь мак должна была для сиденья что самым удивительным Не знаю, как там будет. Что так быстро я все показываю? Здесь есть душ бесплатный. Красота. Вода тепленькая с крана бежит. Штулочка висит. Есть гемический душ. Ну, женщины поймут. Вот такой вот туалет. Не знаю, как-то у меня трясет, знает от вас. А вот она я. Всем привет! Графика. Это показывает, что будет нагреватель готов. Все там уже на барабане, короче, пойдемте. Всем привет! Всем привет! Ну, сейчас я вам покажу купе. Сильно не трясу, боюсь, что всем привет! Всем привет! Крючок мой висит. Плечики тут есть. Два выключателя. Это сейчас вот яркий горит, а вот это ночник. Здесь вообще должно по карточкам не закрываться. Кнопка экстренного выхода. Две лесенки. Здесь вот тоже лесенка. Ну, мне предложили наверх залезть, я сказала, не надо. Я не залезу туда. Принтересно, втолкли. Так. Здесь покажу верхнюю полку. Ну, тут кто-то спал, видимо, не убрал, что ли, постели, вылез. Вот это вот, вот там в углу, вот тут вот, это светильник. Есть USB разъем. Здесь полочки. Что не скажешь про полку на первом этаже. Здесь вот так открывается. Такая вешалка. Можно полотенце только повешать. Ну, жаловались, что некуда зубную пасту поставить. Ну, вот стаканчики можно сюда. И здесь у каждого господи, места есть свой этот сейф. Ну, и вот здесь тоже. И с этой стороны. Вот так вот у нас слои сиденья. Вот так вот они в сложенном виде. Ящиков уже под низом нету. Как вам показать? Вот так вот. Тут тоже сейф и такая же полка со штангой. Потом она вот так просто опускается, эта полка сюда. И превращается вот в такое спальное место. Ужасно неудобные вот эти штуки. Они, когда сидишь, они прямо тебе в ноги впиваются. Вообще неудобно. Постель чистенькая. Здесь светильники. И здесь есть кнопка, не знаю, что. Под низом есть розетка. Тут USB нет. Так же, как и девчонки Wi-Fi. Wi-Fi здесь тоже нет. Там вот, короче, меня подключили к РЖД. И написано вот здесь вот. Портал. Выбери сеть. РЖД. На портал попутчик. Меня подключили, короче. А там нету ничего. Ничего нету вообще. Нет. Два фильма, по-моему, и все. Смотреть нечего вообще. Я уже устала ехать. Я лучше бы плацкарть взяла. Потому что, потому что там хоть люди ходят. А здесь дети бегают. А дети мне и дома надоели. Я пассажир вышел, я сразу двери прикрыла и на замочек, чтобы они не открывали, не заходили. Потом улягутся все. Я вам покажу дальше вагон, что еще есть. Но самое лучшее, это, конечно, чистый туалет. Их два. Я потом еще в один зайду. И душ. Бесплатно. С горячей водой. Это сайте, девчонки. С горячей водой. Как тут перевернуть-то? Вспаде. Даже не знаю, как переворачивать, чтобы себя показать. Могу только в зеркале. Могу только в зеркале. И в зеркале не могу. Я что-нибудь даже тепло не снимала. Здесь вот наверху вентиляция есть. Вот она. Она периодически включается и жужжит. Жужжит она, жужжит. А вот этот вот фильм, мне скотчем его перевязали. Потому что он дребезжит. Он так дребезжал, и ужас. Девчонки пожалелось, что я с собой книжку не взяла. С ума сойти можно. Такая скукотища будет. Триндец. Я села пока на это место, потому что вот это садишься и под самый стол. Даже есть неудобно. Сидишь, как будто как будто это журнальный столик, а ты сидишь на высоком диване. Стул зачем-то вот так сидит. Вот так вот. Кошмар, короче. Я, короче, сегодня девчонки в Кемерово. Не знаю, как повернуть, себя показать. Где-то переворачивается. Не буду, потом попробую. Я, короче, вот так была. Сегодня приехала, короче, билеты. Какая-то говорит, не потеряй билеты, не потеряй билеты. А я что? Я их туда-сюда по карманам сувала, в сумку по карманам сувала, сувала, сувала. В итоге я его положила в карман, и он благополучно оттуда исчез. На автобус, слава богу. Я так разнервничалась. Я даже там чай пить не стала на вокзале блинный. Потому что она была 230 рублей отдать. И как знала, она схватилась, пошла на автобокзал, а мне билеты в Пютюр. Пришлось все новые покупать. Вот так вот подарила какой-то в организации почти 200 рублей. Сейчас вот закрыла дверь. Душно так. Прямо жарко. Придется, наверное, раздеваться. Матрас вот такой. Это все складывается, вот так неудобно. Вот этот вот железяк, она когда сидишь, здесь вот этот вот ремешок, она все в ноги пивается, в ляжке. На спинку не облокотиться. Это надо постоянно собирать диван. На спинку не облокотиться, потому что тут ящики. Неудобно. Голова на ящиках, спина на подвесе. Курить в этом вагоне, в этом поезде нельзя. Вон как фирменный идет. Москва, Владивосток. Девчонки, дорогой билет, 7 тысяч вообще. Озверелье за что? Все дребезжит, сервиса никакого нету. Я думала, вай-фай, вай-фай. У вас есть вай-фай? Что вай-фай? Девчонки, это смех вообще. Это, это ужас какой-то, вай-фай. Каких-то два фильма поставили и еще какой-то вагон, вагон, состав, или как он там называется. Ужас что-то. Какие-то документальные фильмы, это невозможно. Ну, короче, я без ничего купила у проводника вот такой вот. Кроссворд детский, кроссворд. Ничего в нем не понимаю. Ой, девчонки, жарко как стало. Надо открывать купе. Я потом, когда угомоняться, там дети носятся. У меня и в самой дом, дома дети надоели, что здесь они скачут, тоже детей маленьких. Одна как Варвара маленькая, они еще меньше. Так что, будем укладываться время уже, уже не знаю сколько времени. Уже 8 минут наболтала. Ну, вот так вот, вот такого купе. Все повыключать. Тепло. Дверь закрыла, жарко прям не носило. Ну, так чистенько, но полки очень неудобны. А эти очень узкие, они очень узкие. Я даже не знаю. Они мне вот, от локтя до конца пальцев. Вот такие вот они узенькие. И грязные уже. Скотелочка вот такая вот тут была. Ну, я убрала сейчас, чайкила. Все. Потом покажу сам вагон. Все, полы чистенькие. Тут у коврик стоит, углу, но я не знаю, его убрали, но убрали, да убрали там сумка моя. Тепло. 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 Жарко не попало. Угу. 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 Не знаю, что номерок вот эта штука. Комышский бош тоже. Угу. Комышный бош. Комышный бош. Ну, лучше все удобно. Деньги. Угу. А я пробит еще. Весен для бумаги. Я улетаю бумагу. Ну, помню. Мы в Красноярске. Что-то 33 минуты стоять было. Что? Здесь так светло. Не знаю, как не близить тут. прохладно так. Вокзал такой красивый. Не знаю, как приблизить его. Что сейчас удобно. А эти билеты электронные. Их никто не просит. только просят паспорт. И через любой вагон можно зайти. А не как-то бежишь, как этот бешеный. И билеты никто не смотрит. Паспорт зарегистрировали и все. Их. Не знаю, как приблизить. Не знаю, как приблизить, а. Сильно приблизила, наверное. Такой вокзал. Себя не могу показать. Не знаю, как перевернуть. Второй час ночи. Ни газет, ничего нету. Я бы знала, что такая скукотища. Тут сказали, написано в этом в билете вай-фай и постельное белье бесплатно. Ну, девчонки, я начну вот минус только один полки. Остальное все красота. Подышать хоть свежим воздухом. Успеваю, что на остановках. Вообще, что-то просмотры упали. Девчонки, вы что так меня подводите? Я старалась, старалась. Тут тепло-то. А оттуда же Санжера Суджинска уезжала. Ветрище такое было со снегом, пасмурно. Тут так чувствуется, что прям хорошо. Такая себе, такой вокзал большой. Ну и город-миллионник. Чего говорить уже. Красоту пропустила. На камере такого нет. Блин, я же не знала, я же уже тысячу лет не ездила. Вообще город очень красивый. Требет. 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 Господи. Я умею пользуются. Такую красоту пропустила. все здесь удобно что и автоматически закрывается а вот так выглядит место и туалет такие баки для разделения пластик, бумага и пешевые отходы и вход такой же удобно, единственное единственное это удобство здесь нет кнопочки для телефона и еще чего-то потому что руки помыть, телефон положить никуда вода везти бежит а так неятно ёршик с пенкой почистил вот так вагон хороший но очень неудобные очень неудобные полки там же автоматически открывается и автоматически закрывается всем пока-пока я пошла в байнике и так что сейчас измельчает стакана и Продолжение следует...